Валерий Николаевич, только что стало известно, что вы подали заявление о выходе из партии ЛДПР. Почему вы приняли такое решение? В соцсетях мы видели заявление Владимира Вольфовича, где он спрашивает, кто такой Старостин. Я, наверное, для этого пришел, чтобы прокомментировать все-таки, кто я такой в партии. С партии с 2003 года, региональным руководителем был с 2004 года и в 2009 стал уже депутатом Верховного Совета. Вспомню просто несколько фактов из истории ЛДПР, связанных со мной. Например, это 2011 год, когда сам Владимир Вольфович меня пригласил в Красноярск. Он поставил меня первым списком в Госдуму от Красноярского края. Сам лично своим волевым решением. И буквально за ночь перед съездом мою фамилию поменяли на другого человека. Знаете, Дмитрий Носов там такой был от Красноярска. Джудаист. Джудаист, да, с Единой России. Но, как бы, мы это поняли, пошли работать дальше. Следующий, ну, такие, наверное, интересные моменты, это выборы 2018 года. Все знаете, что у нас был сначала региональный список, затем приехал курирующий депутат из Москвы и сказал, надо вставить такого-то человека. Я сказал, что я вставлять не буду, потому что мне будет стыдно смотреть своим однопартинцам в глаза. Потому что появился какой-то человек, непонятный, с другой территории, и он должен возглавлять список. Ну, после чего список был расформирован, и меня, наверное, надеясь, все-таки, что я проиграю, выдвигает на 24-й округ, где идет руководитель регионального отделения Единой России с административным ресурсом и так далее. Сергей Комаров. Да, да, да. Ну, вы знаете, результат. Жители Устебакана доверили мне, как бы, представлять их интересы. Следующее, прошлый год. Вы все знаете, что были выборы сенатора от Верховного Совета. Вся фракция была приглашена в Москву на Высший Совет. И на Высшем Совете было озвучено всем депутатам, что от сенатора вы выдвинули меня, и чтобы они оказали поддержку. Ну, когда я увидел, что мои коллеги бывшие теперь уже ставят бюллетени, идут, показывают одному из директоров пивзавода одного, как они проголосовали, и скидывают свои бюллетени в урну. И когда объявили результат, конечно, первые побежали поздравлять мои бывшие коллеги. После чего там, я не знаю, связано с этим, не связано, говорить не буду, но руководитель фракции получает какую-то материальную помощь, четверть миллиона от этого предприятия, не знаю на какие цели, как бы не буду говорить, про которые я просто забыл указать декларации. А деньги пошли в кассу? Не знаю, не знаю. Это надо спрашивать, наверное, у нее. Ну, наверное, последнее, как бы уже, наверное, самое главное, вот, хотелось бы, наверное, рассказать. Вот тоже Владимир Вольф сказал, вот, отнимите у него все, да. Ну, я считаю, что вот как вот мне отнять память, да, никак. Опыт как отнять, тоже никак. Голоса избирателей тоже не отнять? Да, как вот отнять тех хороших людей, добрых, которыми я познакомился, работая в этой партии, ну, тоже, мне кажется, никак не отнять. Я действительно благодарен, наверное, тому жизненному опыту Владимира Вольфовича в первую очередь, потому что он действительно такой федеральный политик. Ну, я считаю, что надо предателей искать не у нас здесь, на территориях, а где-то там, которые так преподносились. Соседние Минусинские? Нет, я думаю, те, наверное, правильно сказать, те, кто доводит информацию. Искаженную. Да, да. Вот у нас, как бы, действительно, тут такие движения, вот одного депутата вообще выгнали из фракции, да, наши же коллеги. Тишина, Москва никак не реагирует. Мне вот вообще это непонятно. Вот я понял, что в последнее время, ну, как-то поменялось отношение к регионам. Ну, мне сейчас некомфортно в ней работать, потому что я всегда высказывал свое мнение, как хотел, да. И депутаты также, мы практически, как бы, ну, не принимали какие-то коллегиальных решений, там, лоббируя кого-то. Каждый всегда высказывал свое мнение. Всегда так было. Сейчас все по-другому. Сейчас интриги, договоренности какие-то непонятные. Ну, это не мое просто. Поэтому принял решение выйти из партии. Ваше решение окончательное или вы еще можете передумать? Нет, нет, окончательно. Надо перевернуть эту страничку в жизни. Спасибо. Я ее сегодня сделал. Спасибо, что пришли. Спасибо. Будем работать, жить дальше, ничего там страшного нет. Я, ну, как сказать, правильно. Все-таки то доверие, которое оказали мне мои избиратели, надо отрабатывать дальше. А под каким флагом или без флага, мне кажется, разницы большой нет. Удачи. Спасибо. Спасибо.